Здравствуйте! На библейский портал Гезгет пришел вопрос. Мой друг находится в полном подчинению своей жены. Он подкаблучник. Абсолютно во всех вопросах он консультируется с ней. Как вернуть друга? Не надо возвращать друга. Вы не сможете быть для него ближе и важнее, чем его жена. Потому что самый близкий ему человек – это его жена. Вы можете, как сказано в Священном Писании, быть другом жениха, стоять рядом и радоваться за него. А вот если вы видите, что общение с женой там выстроилось неправильно, то помолитесь за него. Потерпите и помолитесь за жену, чтобы она не сопротивлялась вашему общению. Тогда она не будет видеть в вас угрозу и будет разрешать вам вместе проводить время. Если вы будете тянуть друга на себя, вы его вообще забудете, как он выглядит. Я вас уверяю. Вот, к сожалению, современные люди разучились строить правильную семью. В период ухаживания юноша, добиваясь любви от своей избранной, он во всем ей уступает, а девушка привыкает к этому. И если она не христианка, она и не знает слов Священного Писания, которые сказал апостол Павел, «Жены, повинуйте своим мужьям во всем, якоже Господу». Потому что муж есть глава жены. Муж – глава семьи, как Христос – глава церкви. И забыв об этом, конечно, строительство семьи расстраивается. Невозможно представить себе, что дети будут служиться папу и маму, если мама не слушается папу. Невозможно. Вся конструкция будет разрушена. И все будет неправильно. Невозможно представить себе, что если мама, допустим, кричит на бабушку, то дочка не будет кричать когда-то на нее. Грех, разрушая, возвращается к самому человеку, который его творит. Что посеешь, то и пожнешь. Обязательно это неправильное устроение возвращается к тому, кто грешит. Беда в том, что очень часто сейчас, к сожалению, и мужчины правильно не хотят быть главой семьи. Жена ждет от них решения вопроса и рада бы послушаться. А он не дает ей решать. А когда она пытается стучить кулаком посту и приводит вот эту цитату из апостола Павла, говорит, не смей ничего решать. А проблемы нарастают, они не решаются. Как быть в такой ситуации? Это вопрос, который священнику сейчас задают очень много христианок, даже из верующих семей. И вот с одной такой, я помню, давно еще мы сели, стали размышлять на эту тему, пришли к следующему выводу. Что любое начальство, а муж мыслит себя начальником семьи, любит не когда ему говорят, что есть такая-то проблема. А когда ему говорят, есть такая-то проблема, и два или три решения. Какое ты выберешь, дорогой? Ты же глава семьи. И вот если муж, который сам не умеет формулировать вопрос, не умеет находить ответ и принимать решение, вдруг видит, что это возможно, и при этом он принимает окончательное решение, то он, может быть, этому и научится. Потому что задача жены не стать для него начальницей, командиром, а любовью настолько его отогреть и так ему помочь, чтобы он стал настоящим мужчиной, главой семьи. Чтобы он научился принимать правильные решения, выслушав всех, отодвинув свое самолюбие и найдя правильное в Боге решение. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...